я сегодня несколько скажем так не то чтобы не в духе а в плане того что да сегодня будет сплошной сумбур никакой системы поэтому сразу не судите почему потому что не успел подготовить вернее повторить материал такие дни прямо кошмар но сегодня вот сегодня мы буквально вот час назад про закончили просмотр замечательного фильма в кинотеатре мир святой архипелаг но вот одна была только премьера и все у нас на гомеле все ну вот я же писал во всех объявлениях на всех афишах везде пишут писал только чего вы не следите за новостями в епархии у нас и на сайте епархии висел этот анонс этого фильма и везде висел и в инстаграме везде висел на моем никто не снимал то есть дали на гомель прокат только по нашей просьбе мы просили и все и вот мы сегодня показывали нет не будет только один был показ все только для гомеля и только для нас по нашей просьбе все в интернете есть но интернета даже совсем не то это же не серьезно фильмы надо смотреть только в кинотеатрах интернете вы заснете через 20 минут в интернете через 20 минут вы заснете ладно не об этом сейчас не об интернете не о фильмах а подвижника 20 века я предлагаю сейчас порассуждать как порассуждать я сейчас весь погружен в тему жизни и служения царя накормянского знаете такого поговорим о нем да да поговорим немножечко о целом расследовании вот когда-то давным-давно я писал несколько жизнеописаний одной асуну нескольких священников нескольких особ и попал в гости одной бабушке да она оказалась дочкой священника потом по итогам с ней беседа у нас родилась такая маленькая книжица но уже давно уже не издается я думаю что надеюсь я издам но в большом сборнике это жизнеописание и вот когда мы с людьми владимирами пообщались она сказала айтец александра я скажу вам только и это правду вам надо было не в священниках работать а идти работать у кгб а чё так ой вы меня стольки выведали измене я и детям стольки не рассказывала своим и так оказалось сюда и потом когда детям давал читать воспоминания запротоколированы подпустили все бабушки кто это не рассказывает а чё вы мне рассказывали а я думала этой будет не текава не интересно никому но в итоге конечно замечательно получилось вот ну и к чему я говорю что вот вот есть в мире ну вот такие вот желания иногда да есть в мире разные люди есть разные чудеса есть разные случаи и вот как мы дошли до такого маленького расследования первое вот первое чудо да угораздило меня в этом ноябре купить машину ну опять купить такую же машину как и была практически ну старую ломаную надежде что а может повезет итоге не повезло первая поездка сразу буквально через неделю после покупки выпало ехать в жировичский монастырь с докладом о монахинях наших бродячих всяких монахинях живших вокруг гомеля ну и собственно говоря это было и просьба такая чтоб именно вот об этом я рассказал о наших тайных монастырях ну словом сказать у нас вокруг гомеля было порядка 50 всевозможных монастырей в советские годы да их было огромное количество они жили даже вот вы не знали вот людей вот ходит бабушка женщина на работу вот обычная работница домой приходит а она монахиня и домой даже не идет идет к таким же монахиням они считают правила совершают богослужения и таких обители было очень много только в белице там где-то с десяток их было тайных монастырей да только в одной белице не говоря уже столько вокруг гомеля их было и так там добружский район чечерский район это отдельная история отдельная тема и они можно тоже говорить о том следующий раз я обязательно вынесу эту тему на отдельную лекцию поговорим чисто о монастырях и монашестве вообще монашеских традициях нашего гомеля самом деле это очень славный монашеский край сожалению забыты всеми вот именно но в целом да очень интересная история в общем рассказал я свой доклад а поехал я еще и не один со своими мелкими детьми и со своей любимой супругой до значит рассказал прочел тот доклад пообщался с теми с кем хотел пообщаться и отправились мы хоть назад но в итоге моя новая машина в кавычках вот приказал долго жить у нее разлетелся двигатель ушел в разнос это кошмар слава богу без жертв да мы каким-то образом смогли без тормозов остановиться потому что отказала все на скорости на большой но и все и стоим и зима а это уже декабрь месяц и как бы дети в машине и вроде прохладно на улице милостью боже за нами ехала казалось машина монастырской из кормы наши монахи не были должны это конференции вот итоге чудом эту машину определили на ближайшую заправку вот мы пересели а до гомеля еще 400 километров ехать до утрамбовались к ним машину и вот так вот как селедки мы поехали очень здорово весело интересно это во всем есть позитив и всю дорогу практически вспоминали вот про корму про вот этот монастырь и тут мне тоже это все близко потому что я родом вернее не я родом а моя мама вернее моя бабушка и так далее так далее все родом из огородния но именно того прихода где служил отец ян карменский да ну и вот мы с матушками договорились о том что вот они такие разбойницы скажем так ничего не записывают за людьми которые туда приходят они в какой-то момент перестали записывать разные интересные истории какой-то момент они записывали потом перестали ну давайте попробуем воскресить эти истории в памяти кое-что матушки вспомнили в итоге мы договорились что обязательно на выходе после нашей поездки начну заниматься записыванием всяких интересных историй начал потом дошел до момента биографии отца иоанна кармянского его жития и обнаружил там кучу неточностей ну то что меня смутило вот здесь уже там несостоявшийся спецагент во мне проснулся думаю что за несостыковки в жизнеописании есть такая фраза например вот отец иоанн кармянский говорил что за кровь помазанника божия имеется ввиду императора николая прольет россия много крови и в то же самое время в житии сказано что он умер в 1917 году не должен до революции там пару месяцев буквально или месяц я думаю так ну так а ведь вы сами порассуждайте это про вообще логично или нелогично не противоречит ли книга сама себе ну представляет ну предвидел ладно ты предвидел но это же время еще царь то на месте это все что сейчас выйдет кто-то вот я выйду нам вон или людям скажут слушайте а за кровь то прольет беларусь много крови что со мной сделают ну буду сидеть я где-нибудь там в сизо в лучшем случае объяснять что я там людям рассказывают о каких-то смертях будущих и вообще что я такое пророчествую вообще пророком быть это не очень-то выгодно конечно это не может такого быть то есть говорить о говори он такого не мог ну по крайней мере людям так точно мог поговорить да и запомнил кто может такое запомнить то я не знаю живы ли где свидетели не живы оказалось что да есть свидетели которые это помнили но они уже умерли конечно там бабушка одна жила в корме она очень хорошо помнила она позже приняла монаша с именем феодосия монахиня феодосия она оставила много воспоминаний об отце Иоанне говорят что я его еще встречала когда была девочкой вот и люди рассказывали и так далее так далее так далее вот разный такой народный фольклор он вложился в какие-то моменты ну и собственно говорят вот первая вот эта цитата она из воспоминаний и собственно дата смерти отца Иоанна тоже оказывается из воспоминаний что воспоминания было я уже начал спрашивать спрашивать нашу владыку дорогого владыка а где кто это говорил а как это ну это вот местные говорили что когда отец Иоанн умер когда была осень и тепло теплая осень ну значит предположение где-то в сентябре скорее всего он умер отец Иоанн вот и год они запомнили что это был еще 1917 год в итоге мы начали копаться есть еще мой замечательный помощник друг отец Ростислав живет в Брагине отец Ростислав тоже этим заинтересовался мы начали говорить рассуждать на эту тему в итоге докопались до того что все таки да из этой фразы 17 год осень и тепло оказалось только одно слово верно тепло да оказалось что эти цианк армянский вовсе не умирал в семнадцатом году а умер он в девятнадцатом году и не осенью да а и не осенью а в апреле месяце по нынешнему стилю 27 числа и в этом году мы кстати первые праздновали в корме 27 апреля у нас была первая служба в день его кончины на самом деле да вот оказалось вот так мы нашли метрики которые вот нам это рассказали вообще это чудо мы поехали в архив вернее созвонили с архивом в архиве помогли найти эти метрики вот мы несколько пару месяцев назад ездили в архив где нам эти метрики торжественно красиво передали где вот четко зафиксировано вот обстоятельства смерти отца и она кармянского да это был еще раз говорю апрель 2019 года 27 апреля так я расскажу дальше и это чудо я считаю что первое чудо это поломанная машина второе чудо вот то что мы нашли эти метрики и за них смогли зацепиться оказалось что да раньше не вы дело в том что и никто даже не думал искать 27 апреля по новому стилю назвал тогда это было 19 по моему апрель не 19 какой там в общем не не 27 апреля точно да я на новости перевел 27 апреля да так дальше начали значит да там интересно тоже много обстоит во первых он убирает очень сложное время вон он единственный из списка кто написан что умер по старости лет ему уже было восемьдесят два года дальше интересно что среди всех записей все остальные люди умирают от тифа то есть может быть он тоже подхватил какую-то болячку и не успел даже начать ей болеть скорее всего уже иммунитет и так был от возраста слабый но записи никакой конечно не осталось от болезни написано что умер по старости лет дальше интересно стало где все-таки отец сам был первоначально погребен да есть некая одна ошибка вот в этом архиве в этой метрике запись которая нас очень сильно смутила мы этой записью долго разбирались а вообще само чудо то что сохранились эти метрики дело в том что буквально два месяца спустя уже в 19 году все метрики уже обрываются все то есть по одной из самых последних записей в принципе мы даже не думали что сохранились за девятнадцатый год метрики ну а девятнадцатый год для нас для гомельщины это год когда кто пришел к власти гомели советская власть то есть не в семнадцатом году она пришла к нам она пришла в девятнадцатом году были попытки но не совсем успешная девятнадцатом году власть Советская уже здесь окончательно утвердилась. Дальше, дальше, дальше. Да, была одна несостыковка. Несостыковка в том, что в метрике записано, что отец Сан Кармянский погребен на Огородненском кладбище. Хотя мы достоверно знаем, что отец Сан лежит возле храма. Опять же, загадка, почему запись сделана так, а по факту оказалась так. И, может быть, найдутся люди, которые начнут говорить о том, что, ну, смотрите, вы тут церковники всяких глупостей наделали. Ну, и дальше вот размышления. Нашел чудом каким-то еще сохранившийся рапорт нашего владыки, когда он производил, собственно говоря, раскопки, участвовал в этих раскопках, и подробно в рапорте описал ход этих раскопок. И в том числе намекнул о том, что упомянул икону, лежавшую на груди отца Иоанна. Это икона Иоанна Богослова, хотя тоже очень спорно, почему икона Иоанна Богослова. Скорее всего, отец Сан не был крещен в честь Иоанна Богослова, он был крещен в честь другого Иоанна, который приходился как раз ближе к дню его рождения. Да, так вот вопрос тогда, почему так? Ну, вот это упоминание об этой маленькой иконе, литографии, навело нас на мысль о том, что литографии, ведь все же они подписаны. Вот, и там как раз, Владыку, мы спрашиваем, а где литография? Она развалилась, рассыпалась по кускам. Но я как сейчас помню, что на ней была подпись, там, год 1913, типография, если имеешь в виду, там Фесенка, Одесса. Вот, все, тогда все сомнения отпали, потому что никто из священников уже после начала века больше не умирал. То есть, 100% это отец Сан, никаких сомнений у нас нет. Но это одна из немногих таких улик, которая говорила о том, что это 100% отец Сан. Там есть и другие еще моменты, которые тоже лягут в основу нового его жизнеописания. Дальше откатываем назад, немножечко откатываемся назад. И интересно стала нам судьба еще его матушки. Да, ведь у него была жена. Вот, собственно говоря, может быть и неинтересно было бы для кого-то слушать о его жене, но благодаря тому, что полезли мы в архивы, где содержатся материалы его супруги, мы нашли еще много интересных указаний на пробелы в его жизненном маршруте. Во-первых, да, вот жизнь отца Иоанна, давайте сейчас мы отгорнем немножечко вперед, назад вернее. Жизнь отца Иоанна, родился он в 1837 году в местечке Стрешин. Да, Стрешин местечко такое под Жлобином сегодня находится в семье священника Иоанна. Да, это была священническая семья. Духовенство в те годы было сословным, вы знаете, да, что я вам уже об этом рассказывал. Я священник, мои дети будут священниками, мой отец был священником. В принципе, все было понятно. В какой-то даже исторический период из этого круга священства практически было невозможно выбраться. Единицы, кто вырывался и уходил на какую-то государственную службу, становился кем-то иным, нежели священником. Чаще всего становились священниками. Вот он родился в семье священника. И вот здесь до недавнего времени мы всегда считали, что отец Иоанн Кармянский совсем-совсем обычный человек, ну обычный священник. Вот сельский, батюшка, каких было на всей матушке Руси тут сотни, тысячи, все благополучно служили, ну и в принципе никто особо ничем не выделялся. Вот отец Иоанн не был таким, к слову сказать. Да, я даже в прошлом году произносил проповедь в карме и говорил о том, что отец Иоанн вот на удивление многих нас, вот обычный сельский пастырь и достигает таких духовных высот, что имя его сегодня стало греметь. И это для нас огромный такой интересный пример. Смотрите, вот простой сельский священник, о котором очень мало чего известно, ничем совершенно не выдающийся и становится святым. Это здорово, это хорошо. Но оказалось не все так просто. На самом деле это не совсем обычный священник. Это священник, происходивший из очень знатной семьи, из очень знатного рода. Ну, во-первых, в честь двух его двоюродных братьев вот на постсоветском пространстве в двух городах названы улицы. Вот кто знает, что в Минске, допустим, улица имени Иосифа Гошкевича, ну, как раз свое имя носит в честь двоюродного брата отца Иоанна. Вторая улица находится в Херсоне. С 2016 года она носит улица имени Виктора Гошкевича. Это, правда, не двоюродный брат, это племянник отца Иоанна, в честь племянника отца Иоанна. Вот две улицы названы в честь Гошкевичей. Ну, это о чем-то говорит, даже то, что есть в Минске, в нашей столице, улица носит имя в честь двоюродного брата отца Иоанна. Это такой очень разветвленный, очень серьезный род. В честь, да, с лица, с натуры Виктора Гошкевича, племянника отца Иоанна, Воснецов во Владимирском соборе в Киеве писал фреску Моисея. Если вы когда-нибудь уже, если попадете, конечно, в Киев, то во Владимирском соборе вы увидите одного из Гошкевичей на иконах. Вот. Еще Воснецов писал портрет этого самого Гошкевича, просто портрет. И вот этот Виктор Гошкевич, он основатель самого знаменитого археологического музея, одного из знаменитых музеев на территории Советского Союза, который находился в Херсоне, сейчас он тоже прозвучал где-то в новостях. Он собиратель этого музея, он историк, любитель древностей и создатель целого такого направления, да так, что даже в Херсоне целую улицу назвали в честь его. Вот это Гошкевич. Дальше второй двоюродный брат отца Иоанна, священник Гошкевич, настоятель в Киеве храма в честь Константина Великого, роднопостного и царица Елена, цари Константиновского храма. На Подоле, по-моему. Он автор первого в истории учебника по логике написан на русском языке. Ну, не иностранного имеется, а русского на русском языке. Дальше он же автор книги, которая сегодня есть в любом абсолютно храме. Книга называется «Дополнительный требник», по которой сегодня священники совершают требы богослужения, ну, частное богослужение, там много разных молебствий дополнительных, там всяких огороднических, там всяких освещательных дел множество. Вот это второй двоюродный брат отца Иоанна. То есть видите, сколько вот таких родственников, которые выбились. В его роду есть военные офицеры, в его роду есть ученые, в его роду куча врачей. Да, сами они родом с Украины, той части, которая всегда была православной, Гетманщина оттуда, вот с тех краев. Род изначально православный, хотя у нас были изначально сомнения об этом, мы думали, что это, скорее всего, род, перешедший из униатства в православие. Нет, это род изначально православный, и отец Иоанн в четвертом поколении священник в своей семье. Да, его дед переехал в Беларусь, и вот как раз-таки его дед поменял фамилию на белорусский манер. То есть они были Гошкевичи, дед его становится Гашкевичем. То есть вот с деда уже начинается упоминание вот именно фамилии как Гашкевич. Да, а еще вот в Минске улица, названной в честь Иосифа Гашкевича, Иосиф Гашкевич, ну, всем известный, первый консул Российской империи в Японии. Именно благодаря этому человеку стала, возможно, миссия Николая Японского в Японии. Человек, который изменил Японию в какой-то мере, да, ее способствовал развитию там и православия, и все, тоже выпускник, кстати, в семинарии, и уроженец нашего бывшего Речицкого уезда. Ну, из-под Гомеля, недалеко. Вот Иосиф Гашкевич. Да, деревня называется Стреличев. Она сегодня, по-моему, в Хойникском районе, или в Брагинском районе, вот в всех краях деревня Стреличев. Ну, это между Брагиным и Речицей, там где-то находится вот эта деревушка. Оттуда родом Иосиф Гашкевич, как и его папа, тоже священник. Вот, отец Иоанн родился вот в такой знатной семье. То есть, по-любому, это далеко не простой священник. Вот, у нас, опять же, в том жизнеописании запутанном, ну, может, просто оно составлено, не то чтобы на запутанной первой жизнеописании, но составлено по материалам, которые имелись на начало 90-х годов, когда владыка наш брался составлять это жизнеописание. Оно немножечко дополнялось, расширялось в свое время, находились какие-то воспоминания, архивные документы. И постепенно житие вот вырастало, пока вот мы еще не добрались до него и еще радикально не внесли нескольких интересных правок туда. Ну, в первую очередь, правка о его семье, о его роде, правка о его обстоятельствах его кончины, правка о его матушке и некоторые еще отрезки его жизни. Значит, отец Иоанн Гашкевич, Ваня Гашкевич, сын священника, поступает учиться в Могилевскую духовную семинарию. Ну, почему в Могилевскую духовную семинарию? Потому что это Стрешин, это Могилевская губерния, соответственно, Могилевская епархия. Большая, огромная. И в Могилеве существует хорошая, большая семинария, где обучаются преимущественно дети священнослужителей, потом становятся священнослужителями. Он оканчивает семинарию. И вот тут возникает вопрос, что он рукоположение принимает не сразу. Как правило, выпускники семинария еще несколько, сразу же после окончания семинария, женились и сразу же принимали священническое рукоположение. А тут вот пробел в три года. Я сейчас, наверное, даты вам буду тоже называть. Возьму свою, открою шпаргалку. Не застанавливается, пока нет. Не засыпайте. Да. Семье я рассказал. Значит, в 1859 году он оканчивает семинарию. Рукоположение он принимает спустя три года, в 1862 году. В том жизнеописании было сказано о том, что он после окончания семинария отправляется на приход в Огородню в качестве законаучителя Огородненской церковно-приходской школы. И тут опять же он такая вот несуразница. Мне кажется, ну как, вот представитель такой семьи, такого рода, и его отправляют в какую-то несчастную огородню на должность кого? Законучитель. Преподаватель закона Божьего. Могло ли такое быть? При том, что законучитель получал, ну просто гроши, копейки. И там написано еще к тому же, что отец Иоанн, будущий, он там познакомился с дочкой местного священника, позже состоялась их свадьба. И молодых людей отправили служить на приход в деревню Шерстин, что под веткой. Опять же, вот мне кажется, это несуразец. То есть как вот молодой человек, вот с ним к семинарии Могилевской, за 3-9 земель едет куда-то непонятно в какое село, совершенно какой-то нищенский оклад, чего ему там делать? Конечно, не могло такого быть. Конечно, это абсурд. Да нет, успокойтесь, какое послушание. Тогда все было, не было понятия послушания. Это сегодня, вот меня могут послать куда-нибудь. В 19 веке такое никогда не могло такого быть. Меня не пошлют никуда. Мы, ну знаете, вот проблема многих жизнеописаний, которые составлены в наше время, это то, что мы пытаемся натянуть сегодняшние реалии и сегодняшнее понимание церковной жизни вот туда, на 19 век. И это огромная ошибка. На самом деле, очень многие вещи, они были совершенно вот нам кажутся дикими, но тогда они были абсолютно нормальными или наоборот. То, что сегодня вот такое кажется нормальным, тогда было совершенно диким и так далее. Это совершенно разные эпохи. Да, конечно, он туда не поехал, конечно, он туда не мог ехать, никто его туда не отправлял. И вот тут нам помогла матушка, о которой мы тоже обеспокоились и начали ее копать немножко глубже, вот ее материалы о ней. Ну, во-первых, сразу скажу, что отец Сан доживал свой век вдовцом, он еще 15 лет прожил без нее, он доживал свой век вдовым священником, тоже, мне кажется, важная часть биографии его, к этому еще вернемся. Ну, а то, что он, да, вот матушка, 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 начали мы искать чего-нибудь по ней, по ней, по ней, в итоге докопались до интересного факта, который нашелся в фондах как раз-таки Могилевской епархии и самого города Могилева. Ну, это все хранится, конечно же, в Минске в архивах. И вот, ища немножко сведения о ней и копаясь дальше об отце Ане Кармянском, все-таки мы нашли материал, тоже чудом сохранившийся, и чудом нашли. Отец Ростислав поехал второй раз в архив, и в архиве он встретил знакомую женщину, говорит, вот я пишу по своей родине, говорит, слушайте, ну, если у вас там что-нибудь будет по родине, по вашей там попадаться, что мы там с намеками на Гашкевичей или вот на Трусевичей, матушка, фамилия была Трусевич, вы там дайте знать. Он говорит, так, батюшка, я же вот прямо сейчас дело заказала. А, вот у меня все есть. Как есть? А вот смотрите, где я нашла. Мы никогда не думали, что в этих фондах может что-то храниться. Смотрите, и она сделала ксерокопии, вот сегодня они лежат у меня дома, эти ксерокопии отдала нам, материалов касательно свадьбы отца Иоанна будущего. Это тоже уникально, такие вещи, в принципе, сохраняются крайне редко. Материалы касательно его свадебных дел. Его женитьбы, да, первое, это брачный обыск, документ, второе, это брачный билет. Ну, сегодня для вас это совершенно дико кажется, да? Что такое брачный обыск? Ну, вот кто тут, Ангелина, да, моложе, вот она обязательно нашла себе или найдет себя молодого человека, он сделает ей предложение, от которого он не сможет отказаться. И что она должна сделать по правилам тех лет? Она должна подойти к отцу Вадиму Качану, ну, так как она ходит сюда на приход, да, поет. Отец Вадим, вот он, вот я, да, надо чего-то делать, мы хотим венчаться, жениться. Но все свадьбы только через храм были. И что же, венчаться? И отец Вадим, хорошо, Ангелина, займусь я твоим делом. И он заводит целое, начинает целое расследование о жизни Ангелины и о жизни ее избранника. Подымает все метрики, там, до какого-нибудь колена, выискивает в толстых книгах, дает запросы в разные там городки, откуда они родом. Значит, вот такие люди, чтобы найти какую проблему? Родственники ли они? Причем учитывалось там, кумовья где-то там, перемешивались, не перемешивались между собой. Вот. Чтобы не было духовного родства, соприкасавшегося там, близкого духовного родства, чтобы не было родства, там, целой схемы, таблицы. И вот такая большая книга, настольная книга священно-церковного служителя в двух томах Булгакова, она как раз-таки огромная часть второго тома посвящена чисто этим, или какого-то тома, посвящена как раз-таки этим брачным обыскам, как священник должен их проводить. Это было дело номер один. Вот священник целое расследование проводил. Плюс ко всему, священник должен был выходить в храме и на протяжении трех воскресеньев делать объявления о предстоящей свадьбе. Такое сегодня сохранилось еще в Западной Беларуси. Сегодня до сих пор священник выходит в Западной Беларуси на Брещене в некоторых населенных пунктах и делает такие объявления. Братья и сестры, Ангелина и кто там еще? Ну, говори. Ладно, молчит. Хорошо, не будем свящать. Собирается пожениться. В общем, кто что может сказать против этого брака? Ну, только на ушко потом мне. Хорошо. Вот. Вот в случае отца Иоанна никто не посмел. Да, оказалось, что вот... Ну, да, брачный обыск. То есть, что такое брачный обыск? Это вот, это брачный обыск. И на основании всех этих исследований и опросов прихожан я делаю заключение, что все, проблем нет, и потом я выдаю им брачный билет, на основании которого они могут прийти в храм, предъявив его, могут венчаться. Предъявители сего и так далее, и так далее. Да, потрясающие бумаги. Я, если хотите, я могу зачитать. Кстати, и этот брачный обыск нам открыл как раз-таки историю вот этого трехлетнего пробела, где он был. Оказалось, что он три года был в Могилеве. Ни в какой городе он не ехал. И, скорее всего, так как следует из подписи, кто стоит в поручителях, да, еще поручители брались, там свидетели, там их несколько было, значит, брались поручители. Да, и судя по поручителям, скорее всего, он остался работать при местном епархиальном управлении Могилевском, в духовной консистории, так называемой. Вот три года, которые он провел. Жена его будущая, она тоже жила, вот этих несколько лет, жила в Могилеве, хотя она сама не родом оттуда, но обстоятельства жизни сложились так, что она была вынуждена переехать на короткое время в Могилев, где они познакомились в одной церкви. Вот они были прихожанами одного и того же храма. Значит, объявитель всего, окончившему в Могилевской духовной семинаре курс учения, воспитаннику второго разряда, священническому сыну Ивану Иванову Гашкевичу, вследствие прошения его, резолюции его высокопресвященца сего февраля 3 числа, состоявшегося, дозволено вступить в законный брак с дочерью умершего священника Грогачевского уезда Шерстинской Рождества Богородицкой церкви Филиппа Трусевича, девицею Марией Трусевичевой, если она в настоящее время имеет действительно не менее 15 лет с половиной. Родилась же она, Мария Трусевичева, как видно из метрической книги того же уезда, при Дудицкой церкви в 1846 году, июля 14 дня, почему ей от роду 15 с половиной лет и 20 дней. По бракосочетанию же явиться ему Гашкевичу к рукоположению в освященниках к вышеозначенной Шерстинской церкви на праздное место, уверение чего и дан сей билет ему воспитаннику Ивану Гашкевичу из Могилевской Духовной Консистории с надлежащим подписом и приложением казенной печати с тем, дабы те священно-церковнослужители, которые его Гашкевича повенчают, на бороте сего своеручно засвидетельствовали о действительном совершении брака с записанием таковаго в метрическую книгу при той церкви, где будут повенчаны. В феврале третьего дня 1862 года подлинный билет подписали член консистории протерей и кавалер Потапий Твербус-Твердый секретарь Ларченков, помощник секретаря Александр Щербакович. Подлинный билет получил Иван Гашкевич. Вот сейчас я об этом поговорю. Сейчас мы к этому подойдем. Да, дальше я еще прилагаю брачный обыск, который описывает, что нет родства, сколько ей лет, где она родилась, кто ее родители. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, в принципе, дальше повторяется этот же билет. Да, что такое произошло? На самом деле есть только предположения. Значит, ему уже он старше ее на 9 лет. То есть, ей 15, ему, соответственно, 24 практически года. Вот. Да, ей 15 лет. Но это вполне нормально, ничего страшного в этом нет. Это сегодня нам кажется чего-то необычного. Я еще раз говорю, что мы не надо пытаться натягивать наши реалии на ту жизнь. Брачный возраст наступал с 16 лет. 16 лет – того за совершеннолетие. Раньше было только с личной подписью архиерея, с личного выходательства, можно было срок сократить на полгода. То есть, можно девушке было жениться, замуж выйти вот в 15,5 лет. Но должны были быть очень веские к тому обстоятельства. Вот. И еще вот этот вот интересный брачный обыск, следующий документ, который я не дочитал, он гласит о том, что вот оглашения трехнедельные, которые были по правилам, прошли в три дня. И последнее оглашение состоялось в день самой свадьбы. То есть, более того, возраст оскоряется. И оглашения сокращаются до трех раз. Тоже вот загадка, что это, почему, куда, откуда эта спешка. Вот. Дальше здесь написано, что сразу же, что она дочь священника, почившего священника Филиппа Трусевича. Вот. Вот это вот, наверное, ответ на вопрос, почему быстро состоялся брак. Дело в том, что за два года, подождите, за каких? Два года, за три, даже за четыре года до этого случилась трагедия. В семье вот этой девочки Марии Трусевич, когда ей было 11 лет, умирает ее папа, молодой священник, бывший настоятель Дудицкой церкви в Калинковическом районе, потом перешедший служить в Шерстин, под веткой, у нас недалеко здесь, в Шерстине. Он переходит служить туда. И там он умирает. У него остается вдова молодая, жена, и дочь малолетняя. Вот. Они после смерти отца Филиппа уезжают в Могилев. И вот опять же, вот вы о послушании говорите. Четыре года этот приход остается никем не занятый. И не потому, что это был плохой приход. Никто не имел права занять этот приход. Этот приход принадлежал семье Трусевичей. Все. Епископ не вмешивается в эти дела. Кого назначать, кого не назначать. Это не его дело. Филиппа. Да. Это приход отца Филиппа. Если бы у него был сын, то они бы долго ждали, пока он не оточится в семинарии и займет этот приход. Если он малолетний был. Если вот у него дочь, то дочь, ну, жена и дочь, они содержались еще с этого прихода. Им этот приход еще выплачивал деньги. Ну, они жили за счет этого прихода. И единственное, почему они не остались там, непонятно. написано, что они уехали к сестре. Ну, она уехала к своей сестре с дочкой в Могилев. И в Могилеве она жила у своей сестры с дочкой. Ну, видимо, им было так проще, какая-то помощь нужна была. Но приход все равно оставался за ними. И вот шло время, они ждали, пока дочь не войдет в свое совершеннолетие. Чтобы тот, кто на ней женится, обязательно займет этот приход. Более того, если вы поднимите газеты там 19 века, начало 20 века, то обязательно на первой полосе помещалось объявление о перемещениях и о праздных приходах. там прямо объявление, что вот есть приход, праздный, пустой приход без настоятеля. Кто желает, его может занять. Ну, можно прочесть объявление, это прочту, вот, слушайте, интересно, поеду, я могу попроситься, меня назначен этот приход. Но в некоторых объявлениях были замечания, что с условием взятия в жены себе вот этой девушки. Ну, хочешь вот приход, пожалуйста, женись, и это будет твой приход. Такой вот был приход с приданным, скажем так. В придачу давалась еще невеста к этому приходу. Чего хочешь, то и делай. Вот, ну, видимо, ну, а кто-то, конечно, этот приход обслуживает, то есть он не оставался совсем без священника. Священник из окрестного, с ближайшей деревни, он приезжал обслуживал, совершал литургии там, время от времени, он совершал требы, но он не был настоятелем. Вот, настоятеля еще нужно было получить. И вот здесь вот, получается, вдова, ребенок, и, конечно же, вот следующий, кто вот на ней женится, того будет приход, и все так было. Вот, поэтому, конечно же, по логике приходом отца Иоанна становится шерстин. Да, и скорее всего, вот этот момент уже просто остал не в моготу. Срочно нужен был туда священник. Может быть, с соседним священником что-то случилось. Может быть, он уже физически не мог укормлять этот приход уже ездить. И тут даже, видите, вот такая очень четкая дата. 15,5 лет и 20 дней. Ну, вот, вот как-то так, да, чтобы вот, смотрите, действительно ей 15,5 лет и 20 дней. То есть, ей больше, чем 15,5 лет. И эта мера позволяет ей выйти замуж, а ему жениться на ней. И вот буквально тут дальше читаешь документы, все очень бегло. Не успевает только он прийти получить этот брачный, брачный область. Этот брачный билет на руки получает. Резкая эта свадьба. И сразу же после свадьбы на этой же неделе он уже становится священником. То есть, его буквально чуть ли не через день рукоположили в диакона, с диаконом. И сразу же становится может быть на следующий день после диаконского рукоположения он становится священником. И, кстати, это тоже интересно, что поэтому мы не нашли ни одного документа о его диаконском рукоположении. Ну, как правило, там в диакон рукоположен тогда, спустя там месяц, два, три или год рукоположен в священнике. Там ничего нет. Во всех его метриках, которые мы находим, в клировых ведомостях, мы находим сразу же только дату рукоположения в священнике. То есть, все это происходило молниеносно, оказывается на приходе в Шерстене. И там он служит. Служит он там 14 лет. У него там рождается несколько деток. Наверное, четверо детей родилось у него там. И по каким-то неизвестным уже для нас причинам он переезжает в огородню. Там освобождается приход, умирает священник. Нет, еще, да. Или переезжает он куда-то священник, и там освобождается приход. И он переезжает на этот освободившийся приход, переезжает в этот храм, занимает. Только тогда приезжает. Ну, скорее всего, да, теперь окунемся в реалии жизни священника 19 века. Вот. Ну, нам сегодня кажется, да, сегодня священник живет за счет чего? Ну, вот, как вы полагаете, за счет чего живу я? Прихода. Прихода. Ну, нет, ну, ладно, это все так общее, прихода. Прихода это, понятно, вот, конкретно, что составляет мой, вот, мою сегодняшний бюджет, там, в сумке лежит, за службу все там собрал. Ну, не все же пишут книжки у нас священники. Да, нет. Конкретно. Вы, ваши свечки, вы покупаете свечи, которые стоят, между прочим, ну, в несколько раз дороже, чем нежели в хозяйственном магазине или на парафиновом каком-нибудь заводе. Правда? Правда. Кстати, тот священник, который изобрел продавать свечки, это был тоже там конец 19 века, насколько я помню, ему даже сенот наградил камеловкой за ловкость мысли. Оказывается, во времена Цояна никто свечки не продавал. Если бы мы жили в те времена, никакие свечки. Вы свечки только свои переносите, ставьте в храм, сколько вам хочется. В храме свечки не продавались. Это ноу-хау. А записки, спросите вы, ну, записки же продавались. Да нет же, конечно. Никаких заказных записок не было. Никаких проскомедий тоже нет. Тогда. А сейчас расскажу. Записки – это тоже позднейшее изобретение. Очень ловкое, которое опередило время. Ну, по крайней мере, ну, были записки там, конечно, ну, поминячки, может быть, какие-то книжечки, но население не особо грамотным было. Поэтому писать записки каждую службу, как мы пишем, вот так вот пачками прямо и бланки там, чтобы лежали, заполняли мы, конечно, такого не было. Это то, что сегодня позволяет выживать церкви. И мне получать зарплату, и мне заниматься хозяйством в своем храме. Ну, условно, хозяйство, вообще вести какую-то... В городе, да, у нас Гомель одинаковая. Да, в Гомеле в епархии устанавливают зарплату, и мы с прихода получаем эту зарплату. То есть, я получаю вот от своего прихода, я по бухгалтерии провожу вот такую-такую зарплату себе, я плачу все в фонд социальной защиты населения, я плачу налоги подоходные, я, ну, подчиняюсь к трудовому кодексу и получаю... Штатное расписание. Штатное расписание, да, мы каждый год готовим, все заверяем, все делаем, да. Обычно, как на любом предпятии, да, только зарплату эту выделяет мне мой приход. Ну, да, вот, словно говоря, что там, какие-то еще моменты мы тратим уже на хознужды. Ну, и в Гомеле у нас примерно у всех одинаковая заработная плата. Не шибко большая, поэтому мы не будем тут... Ну, в любом случае есть зарплата, да. Дальше. Тогда было совсем все по-иному. Записок не было, свечек не было, скорбонки стояли, да, но скорбонки шли только исключительно на храмовые нужды. Вот ящики эти, это только храмовые деньги. Священник ни рубля оттуда не имел права брать и не брал, и не мог даже физически это сделать. Там очень была хорошая процедура выработки вот по контролю за этим. Ну, смотрите, за что жил священник? Конечно же, ему платили деньги платило деньги государство. Вот. Да, это же был, священник это госслужащий того времени. Да, вот средняя зарплата вот на период служения отца Яна варьировала где-то в среднем 500 рублей в год. Ну, я как-то пробовал перевести, ну, там, знаете, я не знаю, у меня это непонятно, там, в коровах, так там считать, как люди считают, 500 рублей, это столько-то коров можно было купить. Я попробовал перевести сколько там, в месяц, 500 рублей, там, разбираешься на 12 месяцев, потом, сколько стоил тогда рубль по, ну, он по отношению к золоту, он привязывался к золоту, там, 0,70, там, грамм золота, по-моему, это рубль тогдашний стоил, я попробовал перевести, до 17-го года, да, 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 ну, я говорю, что это при услужении от Саяна, так вот, золото, я примерно пересчитал на белорусские рубли, сколько там стоит, вот, столько граммов золота в месяц, сколько там в золоте получал, если бы в золоте получал отец сам зарплату, но эта зарплата составляла ни много, ни мало, слушайте, в месяц, ну, на наших перевести где-то в порядке 4 тысяч белорусских рублей, то есть, отлично, как хороший, нормальный себе такой уважаемый чиновник, то есть, это зарплата была, это средняя зарплата, такая была, плюс, не все, хозяйственная деятельность, это сегодня, мой приход, это 13 соток земли, основную часть, которая занимает храм, пару каких-то помещений, ну, отца Вадима тут, побольше, где размахнуться, ну, вот это все его хозяйство, и все, вот если бы, кстати, в объявлениях тех лет, как раз в газетах описали, приход такой-то, такой-то требует освященник, и описание прихода, зарплата, там, количество школ, церковно-приходских, тоже на это обращали внимание, потому что, если бы, ну, все школы, то должен было кормлять, ходить, поэтому смотрели, конечно же, чтобы их было меньше, да, меньше, чтобы бегать, куда-то ходить, потом, следующая графа, значит, сколько к приходу прилагается земли, и конкретно какой, сенокосный, пахотный, леса, озера, какие там есть у тебя, вот, ну, отца Иоанна в шерстяне было земли, как и в огородни, где-то порядка, ну, где-то около 50 гектар, это его личное пользование, это его личное пользование, немного, немного, это было такое среднее, вот в Брагине, например, 2000 гектар, то есть, вот это вполне, он себе получает в придачу, такой маленький совхозик, он становится руководителем, целого такого, огромного, вот, ну, не может, не огонь, ну, 50 гектар, от совхоза есть такие совхозы, 50 гектар, да, я сейчас расскажу, о, там я сейчас расскажу об этом, что такое были за учебные связи, ну, смотрите, 50 гектар земли, ты мог их использовать, как хочешь, то есть, могу сдавать в аренду, могу нанимать людей, которые были работали, у отца Иоанна, кстати, было 5 работников, в его подчинении, которые помогали ему, справляться с этой землей, да, 50 гектар земли, вот, там тоже подробно описано, я не буду зачитывать эти цитаты, сколько там, какой было конкретно земли, вот, и количество, да, ну, в общем, ты мог сдавать в аренду, мог косить, мог сеять, мог лесом заниматься, продавать, садить, чего хочешь, то есть, ты вполне себе вот такой хороший, крепкий хозяйственник, да, вот, это замечательно было так, дом был, да, при храме полагался дом, церковный дом полагался, мог себе и построить еще какой-то, но, как правило, жили в церковных домах, все было очень стабильно, понятно, просто не было смысла там обзаводиться каким-то лишним имуществом, у него был дом, кстати, простой, с соломенной крышей, у него был дом в огороде, да, касательно учебных заведений спросили, да, на территории, там, допустим, огородненского прихода, была одна школа церковно-приходская, где отец-сан состоял законоучителем, ну, это уже когда он был священником, то есть он должен был окормлять эту школу, ну, закон божий преподавать там, да, условно говоря, вот это вся его функция по преподаванию, да, непонятно, почему он переходит с одного прихода на приход, скорее всего, по населению, в огородне было в два раза больше людей, чем нежели в шерстине, поэтому, может быть, это и сыграло определенную роль в его перемещении, с одного прихода на другой, вот, да, там они жили благополучно в шерстине, потом переехали в огородню, и продолжали жить в огородню, огородня была очень буйная такая, яркая, ежегодно проводились там по неделе, и больше даже длились ярмарки, красивые, а родственники там были? Нет, никого не было, нет, никого не было, родственники, ну, в Стрешине, в Подречице были родственники, они здесь были повсюду, потом в Ветке был его родственник, в Ветке был родственник его, двоюродный брат, под огородней, вот эта деревня Перерост, тоже служил его сын, да, в Дубружском районе, там были, то есть вокруг священники, еще одна особенность, что священники практически все были между собой в той или иной степени родства. Ну, там, или кумовья были между собой, или родственники, там, переженившиеся друг на другах, там, вот, семьи. И вот так они спокойно себе, благочестиво, хорошо жили, да. Это было сословие. Вот про это не нужно забывать. Да, это было сословие, это было сословное такое служение. Ну, там выясняли, в какой-то степени там, ближе, дальше, там же не совсем уже прямо так все было. Да, тут уже выясняли те батюшки, которые сидели, там они сложные схемы по высчитыванию всех этих родословий были. Вот. И в Огородне они живут уже долго, счастливо. Да, интересные тоже моменты касательно Огородненского периода были. Что мы там еще узнаем, кроме того? Трудился, молился, в храме построил, цоколь сделал, храмовый внутри, подземелье такое маленькое сделал. Домик свой перестроил, священнический перестроил. Да, интересно, что мы нашли документы о смерти его супруги. Она умерла, ей еще не было, был 50 с небольшим лет. Вот, он пережил ее на 15 лет больше, ну, с учетом, что он еще и старше был на 9 лет. Запись тоже очень интересная, что она умерла от боли в горле. Вот. Скорее всего, рак. Может, скарлатина как-то? А может, скарлатина, вот, которая тоже косила тогда. То есть, может быть, онкология, может, скарлатина. Ну, написано, что умерла от боли в горле. И он доживал свой век уже вдовцом. Да, очень интересно, что вот нашли мы несколько наградных его указов. Это уже в газете, в Могилевской пархиальной ведомости. Он награждался священническими наградами. Ну, там, и там крест золотой, там, желтый, сан протеерея, камеловка. Ну, это все изложено, это неинтересно. Да, у него две государственные награды были. Орден святой Анны и орден князя Владимира. И оба ордена, они подписывались императором оба ордена. Ну, это обязательно, потому что это государственная награда была за выслугу лет его в священном сане. И последняя награда была подписана императором, очень красивый тоже указ, как раз протеерея Иоанну Гашкевичу за 50-летнее служение в священном сане. Его императорское величество там жалует орден святого, там, князя Владимира. Указ подписан в Беловежской пуще. Ну, это на территории нынешней Польши. Да, там. То есть, там была резиденция императора, которую потом раздолбали. Вот, ну, там была резиденция и там подписывал. Вот, если на других документах просто читаем, подписал император и все. А там подробно, где подписал, в связи с чем, тоже мы помещаем в будущую книгу. Это будет как иллюстрация, как раз подписанный тут указ. Ну, конечно же, он был человеком верно подданным. И, скорее всего, эти слова, о которых я начал говорить раньше, что его сказанный, вот, за кровь помазанника Божия проймет Россия много крови, это не пророчество, да, а это констатация факта. Он дожил до смерти императора в 1918 году. Он дожил до немецкой оккупации, пережил немецкую оккупацию. И книга «Память Добружского района» как раз хранит запись о том, что вот как был оккупирован Добружский район, когда пришли немцы, Первая мировая война и какое было сопротивлением там оказано. И единственная деревня, которая была самая первая освобождена от немцев, это была Огородня. Там не четкая дата, это был конец 1918 года, декабрь месяц. Огородня была освобождена. Отец Иоанн застал немцев раз, и он еще застал советскую власть. Как раз после освобождения туда уже окончательно приходит советская власть. И он застает советскую власть. И умирают уже в апреле месяце при советской власти. И скорее всего и запись сделана, почему он похоронен на Огородне, в Огороднинском кладбище, а не возле храма. Она, скорее всего, сделана потому, что уже хоронить тогда, наверное, не совсем-то можно было. Еще, ну, фактически она есть, но еще никто не обращает внимания. И он умер почти в самый притык ее прихода. Поэтому его по традиции похоронили. Но чтобы обезопасить себя, скорее всего, его сын, отец Иоанн-младший, сделал такую запись, похоронен на Огородненском кладбище. Ну, а масса увелика, воспоминания указывали на том, что его хоронили как раз возле храма. Ну, и владыка наш когда-то обрел, пользуясь этими воспоминаниями, какими-то примерными координатами, обрел эту могилу отца Иоанна. И много улик таких, которые как раз о нем и говорят. А что вам нужно когда-то не пойти сюда в исцелении? Это отдельная тема. Я сейчас дошел до этой главы. Я планирую, что выйдет, наверное, книга целая. Ну, мы сделаем несколько этапов. У нас даже несколько книг выйдет, посвященных отцу Иоанну. Вторая, я считаю, гиперважная находка в этом же архиве сотрудники обнаружили дневники отца Иоанна, богослужебные. То есть, еще осталось его эпистолярное наследие. Это сенсация, я считаю. Но тоже очень удивительно. Как они вообще сохранились здесь? Самое первое, что Могилевские архивы, фонды Могилевской губернии, они очень плохо сохранились. Это раз. Второе, когда приходила советская власть, она и те архивы, которые были сохранены более-менее, просто уничтожала. Оставлялись только метрики. То есть, метрическая запись, она вполне могла сохраниться. А вот все, что касалось вот этих поповских дел, там, богослужений, зачем это? Лишняя бумага. Дело в том, что священник до революции, он очень тщательно заполнял богослужебный журнал. Очень тщательно. Вот заканчивая службу, я описываю все, что было на службе. Какую службу я совершал? Кстати, тоже замечательно, что отец Иоанн очень ревностно служил, да, он много молился на самом деле. Не каждый день, конечно же, как иногда нам кажется, потому что если каждый день служить, то как даже заниматься хозяйством? Вот. Ну, мы еще сделаем, предстоит нам большой анализ, мы сделаем статистику по службам. Но, по крайней мере, совершал службу, которую сегодня напрочь забыли. Например, Малая Вечерняя сегодня практически не совершается. Вот. Отдельно, да, по крайней мере. И так далее. Он очень так по буквочке все вот соблюдал. Это первая графа. Подробно заполнялась, какая служба в какой день совершалась. Вторая графа. О чем проповедовал священник? И вот это более интересно. Он очень подробно вел конспекты своих проповедей. И все эти конспекты сохранились за несколько лет. Да, вот такая стопка этих папок. Сегодня архив все это дело нам сканирует. И это выйдет совместный труд с нашим архивом. Ну, Минским, национальным, историческим. Да, вот эти богослужебные дневники его. Там проповеды, например, праздник, богоявление Господня, священникам говорено поучение о крещении Господнем. И о том, как крещение Господня стало прообразом новозаветного крещения. Та-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, хотя бы вот такие вот заметки. То есть можно вполне себе издавать. И будет вот такое, пускай, может быть, не очень такое, скажем, захватывающее чтение. Но сам как факт такого памятника. И посмотреть даже на почерк от Саяна. Ну, какие-то листочки отсканировать обязательно. Ну, и посмотреть, какой грамотный был. Там реально очень хорошо, замечательно, грамотный человек. То есть судить о нем как о каком-то дремучем, таком сельском батюшке не надо. Да, кстати, вот они не заканчивали школу. Вот удивительно, откуда бралась грамотность? Вот отец Иоанн не учился нигде, кроме семинария. Ну, дело в том, что вот там авторы первых версий жития, например, там пишут, что закончил церковно-приходскую школу, духовное училище и духовную семинарию стал священником. Но не было такого в священнических семьях. Никто из них не учился ни в каких церковно-приходских школах, никаких духовных училищах. Ну, в большинстве случаев. Сразу шли нормально себе, заканчивали семинария. Но при всем том, это домашнее образование, дома получили образование. Домашнее образование позволило тому же Иосифу Гашкевичу стать первым консулом Российской империи в Японии, знать несколько языков и изучить японский. Не ходя в школу, вот, например. Дома родители объясняли чего-то там, грамоте учили. Ну, там, да, вот, 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 ну, тоже говорится о том, что там дикая, нет, вот в священнических семьях, по крайней мере, был с этим порядок. В священнических семьях, поэтому они были дуже грамотные многие. Да, и тот же вот этот батюшка, который в Киеве служил, тоже, видите, учебник по логике издал, тоже фактически нигде не участь в школе. Ну, а в семинарии, да, замечательные семинарии. А даже вот эти училища, духовные, там, или церковно-приходские училища, там, трехклассные, четырехклассные люди заканчивали. Там вот этот первый класс была столько напихана классическая литература, например, что мы за школьную программу, там, за старшие классы не проходим. Это как-то вот у нас был тоже такой семинар, к нам приезжали гости из Алексеевки. Вера Ивановна, она зачитывала весь вот курс, чего изучали вот этих трехклассных училищах. Там реально, там, такая массивная, хорошая программа. Ну, ну, где-то, конечно, много и недостатков, но и достоинства тоже там определенно были. Да, так вот дальше, значит, я, то есть, планируем издать богослужебные заметки. Это один из этапов, самый последний. Первый этап мы в этом году сделаем вот в нашей летописи Гомельской епархии, мы поместим и в нескольких сборниках, альманаха, который сдается у нас исторически в Беларуси, мы сдадим его жизнеписание, чтобы оно было уже официально выверенное со всеми датами, со всеми, там, источниками, с подстрочниками, с ссылками, чтобы это был нормальный критический такой документ, чтобы можно было прочесть не как сказку «Житие», а как вот нормальный исторический документ. Вот, это первое, что выйдет. Второе, я надеюсь, что в этом году все-таки удастся завершить книжку. Вот сегодня набрал, если в странице брать, ну, страниц 200, то есть уже, в принципе, можно было бы издавать, но пока я подобрался к самой сложной главе, которая называется «Чудеса». Ох, это сложно на самом деле, потому что, слава Богу, в корме, благодаря нашему владыке, сохранился весь архив, вообще вся история канонизации отца Иоанна, письма всевозможные, которые приходили, конечно, сейчас разбирать с этими чудесами, тут надо иметь какую-то мудрость, даже какую-то дерзкость, чтобы что-то фильтровать, что-то выбрасывать полностью. К сожалению, даже то, что вошло в позднейшие версии жития, ну, это, конечно, не поддается никакой критике. Некоторые чудеса. Да, есть чудеса, которые заслуживают внимания, пристального внимания, которые почему-то, к сожалению, не описаны. Я сейчас вот коснусь этого. Чудеса. Есть воспоминания людей, которые помнили его при жизни. Ну, по крайней мере, не то, чтобы помнили, но бабушка рассказывала, что был у нас такой вот отец Иоанн, и он сделал то-то, то-то и то-то. Вот. Вот это я тоже как бы отдельно выношу, то есть воспоминания об отце Иоанне. И там многие говорят, что да, он реально помогал тем, кто был одержим бесами. То есть люди вот это чувствовали. Вот. Что поразительно, что везде воспоминания. Кстати, он такой рисуется, как очень добрый. Да, и даже в одних воспоминаниях даже обнаружилась его кличка, прозвище в деревне Косматый. Ну, говорят, это было, потому что он был такой пушистый весь, такой немножко. И на фотографии оно видно. На фотографии он такой, да, пушистенький, такой белый, такой, да, пушистенький он. Вот. И вот звали Косматый. Вот. И есть воспоминания, как там одна женщина стала одержима бесом и орала, что там, ну, звала помощь, там, только не Косматого, только не Косматого. Вот. А кто такой Косматый? Да это ж наш батюшка Косматый. Ну, и в итоге его там привезли, и он... Еще интересен такой факт, что он, если кому-то и помогал, или с кем-то разговаривал, вот эти короткие минуты диалогов, которые сохранились в народной памяти, всегда рисует его как человек очень доброго. Он очень ласковый. Даже ту же женщину, которую он там исцелил, он, ну, смотри, ты же больше так не делай. Ну, он как-то ласково так говорит, и смотри, ты же больше так не хреши. Так вот, у тебя вот, ай-яй-яй. Ну, и там другие вспоминания, как он там дрова кому-то помог, там, вору там поотдавать, там, вы читали, наверное, вот, или корову свою отдал. Ну, говорит, что, да, что он был человеком очень добрый, такого, такого щедрого очень сердца. Дальше, 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 чудеса. Да, вот, когда читаешь те чудеса, ну, меня немножко они пугают или смущают некоторые. Там, допустим, одна раба Божия не смогла поехать в корму, и, значит, снится ей сон. Или чего-то не захотела, чего-то там воспротива, думаю, что я поеду там, что там, он еще не прославлен, и зачем мне туда ехать, что я туда людей повезу, вроде так как-то начинается чудо, и, говорит, я, и вот я, снится сон, я иду в корме, подохожу к его мощам, и тут отец-сан резко протягивает ко мне руки, и я проснулась. Ну, да, такой сюжет из фильма ужасов каких-то. Я бы тут кто бы угодно испугался, или другая раба Божия описывает, что тоже не смогла пойти, но вдруг ей снится сон, вот в утешении лежит отец-сан, и от него подымаются разноцветные колечки с крылышками. И вниз так вот. Ну, это уже Дисней. Да, я, по крайней мере, ни в одной святотической литературе еще не встречал там разноцветных колечек с крылышками. Да, ну, не знаю, то есть вот, может быть, это для человека имело значение, но с точки зрения вот здравого смысла, стоит ли это, например, помещать в книгу. Ну, то есть, почитает человек 21 века, какой мы так к церкви так себе относились, дайте-ка я прочитаю «Пришло святого», и говорит, так вы смотрите, тут нужно половину ваших обследовать как минимум. Да, там, вот. Я это, конечно, меня это немножко смутило. Дальше, ну, а есть интересные моменты, да. Ну, есть, а, есть такое чудо, целое письмо одной рабы Божьей, как это, так и называется, как отец сам подарил мне телефон. Я так, знаете, мне это тоже, сразу название интригующее. Значит, я, это был 2000 год или начало 2000-х, выхожу-ка я, вот, думаю, значит, выхожу я из кармянского храма, из монастыря выхожу, и тут перед воротами храма лежит новенький, запакованный в коробочку мобильный телефон. Я посмотрела налево, направо, никого нет, время было позднее. Как этот телефон мне потом помогал? Я часто звонила маме. Ну, я, как бы, это тоже, это чудо описываю, но сразу вспоминаю этот, такое анекдотичное, я не помню дословно, но такое анекдотичное объявление в храме. Там, братья и сестры, что-то, не забывайте свои вещи в храме, потому что кто-то, чтобы кто-то найденную им вещь не счел ответом на его молитвы. Да, вот, да, вот, видно, женщина, ну, помышляла о телефоне, а я представляю лица тех, кто этот телефон потерял. Да, вот, ну, они из Гродно, кстати. Вот укатили из кармы в Гродно, класс. Кто там уже обратится за помощью? Ну, ладно. В общем, это был ответ на ее молитву. Но, насколько это вот назвать чудом, ну, сложно сказать, таких чудес мы за день миллионы видим, да, находим вещи, да, как хотите, да, там. Как в том, помните, анекдоте, что там спорили между собой представители разной конфессии, да, вот я там иду, там помолился, и тут раз, вот там что-то произошло, и помолился, и это произошло. Еврей говорит, а я вот тоже вот иду, суббота, на земле деньги лежат. Суббота ничего делать нельзя. Ну, я помолился. У всех суббота, у меня четверг. Ой, я только можно. Да, дальше, да, чудеса. А вот есть чудеса, к сожалению, вот забытые и неописанные. Например, вот поражает точность дат в некоторых моментах. Я сейчас вот неделю назад брал интервью у отца Валерия Савельева. Знают такого батюшку все, наверное, нет? В Красном, настоятель деревни. Который служил раньше в Чечерске? Нет, отец Валерий, он служил в Чечерске раньше. Его папа, отец Михаил, служил в Красном, и он вместо папы покойного своего сейчас служит в Красном. Отец Валерий удивительный священник, если кто не знаком с ним. Это батюшка, я помню, он лежал в нем в больнице. Да? Пожилого которого? Да, да. Отца Михаила, да. Он очень хорошо помнил, но сын как дружитель. Вот, видите, а это его сын сейчас служит. Кто не общался с отцом Валерием, обязательно заедите в Красном и немножко его общать. Он очень благостный, добрый такой, открытый священник. Много чего интересного расскажут, он такой красноречивый. Несправедливо нами иногда даже забываемый. А что сейчас? Можно тоже листаться? Ну, это уже как исключение из правил. Да, это уже не есть норма. Распределяет же у нас? Да, сегодня уже распределяет епископ. Раньше такого, конечно, не было. Епископ уже утверждал по факту. Ну, уже, да, вот стоялось такое, епископ утвердил. Поженились, утвердил. Ну, то есть это все решалось. Уже после революции уже постепенно эта традиция стала угасать, потом священство перестало быть сословием и вовсе это уже перекроилось на новый лад жизни. Церковь живет сегодня по новым правилам, еще не до конца даже для себя понятым. Вот. А тогда было все более-менее понятно и все было более-менее просто. Да, вот, например, чудо, которое рассказывал отец Валерий. В 2000 году, в 2000 или в каком-то у нас году, в 2000, да, произошла страшная трагедия в России. Помните, взрывы? Или 99-й год? Такая, наверное, была была. Когда была перенародка? Нет. Каширское шоссе, дом, дома взрывались, теракты, Чечня. А, Чечня, да. Чечня. Сейчас я вот немножечко опишу. Произошло в Чечерске необычное явление, жутко необычное. В нашем Чечерске. В нашем Чечерске. Вы что, не помните это чудо? Вдруг в один момент у одной рабы Божьей икона Иоанна Кармянского начало истекать кровью. Не помните такого? Нет, это не помню. Эту икону привозили потом в храм, она в соборе. Она проехала по всей нашей епархии, эта икона. Да, вот везде. Так это я такой старый, я это помню еще. Вы в храм не ходили. Вы в храм не ходили. Ну, значит, я церковно старый. Не видно. Ну, видите, оказывается. Стоилось еще веяние, это не так. Это все тоже на моих глазах происходило. Смотрите. Это объяснение этого. Я сейчас объясню. Очень интересно. Вот так как. Да, в начале сентября 1999 года, это событие произошло, 1999 год, в газетах появилась такая заметка. В начале сентября месяца 99 года прихожанка Святого Преображенского храма города Чечерска Сидоренко Лидия Николаевна купила в храме бумажную иконку Святого Правда Яна Кармянского. Икона была помещена в рамку под стекло и поставлена в святой угол. Во время молитвы вечером 12 сентября Лидия Николаевна заметила, что на иконе появилось несколько розовых пятен. Утром 13 сентября Лидия обнаружила на иконе уже не розовые, а красные пятна вида крови, которые с каждым часом становилось все больше и больше. Около 10 часов 00 она позвонила отцу-настоятелю Ирию Валерию Савельеву и рассказала об этом чуде. Икону сразу же отнесли в храм и отслужили Акафисту Правда Яну Кармянскому. В течение всего дня икона все более и более покрывалась красными пятнами вида крови, и под стеклом над пятнами появилась испарина. 16 сентября Святопреображенский храм Чечерска приехал благочинный архимандрит Стефан Нищерет. И после Акафиста, про обмену Кармянскому, икону вскрыли. Сама бумажная икона оказалась насквозь пропитанной влагой, а на стекле с внутренней стороны была обнаружена испарина, то есть не вода, а капли густой жидкости наподобие лампадного масла. Икона и до вскрытия, и после вскрытия запечатлений на фотопленку. Есть все эти кадры, еще будем их поднимать, есть сами негативы всех этих фотографий. Ну вот, это рапорт сохранился, похожая заметка в газете вышла в Чечерской. Ну а потом вот сейчас мы поговорим с Валерием, он много чем дополнил и своими версиями происходящего. Говорит, что получилось так, что икона так конкретно закровоточила, как раз-таки утром 13 сентября, где-то, наверное, в шестом часу утра. Но это то же время, когда на Карширском шоссе был взорван дом. И потом пошла дальше череда терактов, продолжилась. До этого были теракты. Говорит, я тогда завозил детей в школу. И я возвращался, и в машине работало радио, и все говорили об этом теракте, который вот начался там буквально. Начались теракты 9 сентября. Тоже удивительно, что это как раз один день памяти от Саяна, день обретения его мощей 9 сентября. И вот первый теракт произошел 9 сентября. Потом они начали повторяться, и вот 13 сентября рушится дом, и в это же время вдруг у Саяна кровоточит икона. Буквально эту икону, говорит, я привез вот несколько дней назад в храм, там за копейки прихожане раскупили, сделали рамочку, один благочестивый человек этой женщине. Дома она послала иконку, и буквально через день или два после того, как я осветил эту икону, вот с ней произошло такое, она принесла в храм. И икона кровоточила ровно тот период, пока происходили все эти теракты. Когда теракты окончились, икона перестала кровоточить. Потом было несколько случаев с этой иконой в том же Чечерске, когда она начала мироточить, наоборот, на стекле появлялись такие огромные пятна этого масла, этой жидкости, запах такой очень интересный. Кому интересно, эта икона до сих пор хранится в Чечерске в нашем. Она уже, конечно, высохла, все там есть, и в Чечерске есть этот образ. Да, это такая чудотворная икона. Ездила когда-то вот по всем городкам нашим, и по Гомелю, и в соборе она была, этот образ. Вот чудо, явное чудо, которое вот очень сложно даже объяснить. Что это было, как это происходило. Кровь на иконе. Тоже интересный факт, несколько фактов рассказал отец Владимир Масолитин. Наш гомельский тоже батюшка, настоятель Троицкого и Грузинского храма, двух храмов строящихся. Отец Владимир, например, привел в пример, еще и буду созваниваться с ними, надеюсь, что отец Владимир с ними обещал поговорить. И, может быть, удастся. Знаете, вот семья актеров, вот актер Антон Макарский такой, и у него жена Виктория. Да, они верующие люди глубоко. У них 13 лет не было детей, например. Да, они это рассказывают в своем интервью, и такая интересная подробность, что вот они ездили в корму. Они приезжают в корму, знакомые с кормянскими монашечками нашими, и иногда туда заглядывают, в корму. И у них, знаете, первый ребенок родился, доченька, 9 сентября. А второй ребенок 31 мая. Как раз два дня памяти отца Яна. Это тоже чудо. Может быть, даты вот так здорово сходятся. Таких чудес много. Особенно рождение деток очень много там чудес. Я считаю, ну, здесь здорово, он же многодетный, у него было семеро детей отца Яна. Вот, да, помогает рожать детей. Да, чудес много. Там их, наверное, штук 60, описанных еще в первых версиях книг. И если их сейчас начать собирать, то там можно до бесконечности их собирать. Но стоит ли, я не знаю, потому что многие чудеса надо так пропускать через какую-то призму. Ну, да, ну, вот сейчас еще у меня висят контакты женщины, у которых вот доченька трехлетняя заболела раком головного мозга. Мазыряне. И везде, где они ни были, им поставили уже смертный приговор дочке. Вот последний год назад они поехали проверяться. Ничего. Абсолютно ничего нет. Они такие счастливые, вот они в субботу вот и были в корме. Но мне не удалось с ними встретиться. Так, а где раньше они были? После чего получили все эти чрезвы? В корму съездили, после кормы. Да. Ну, будем заканчивать, короче. Да, если вопросы, то время уже. Я хочу попросить вас, когда начнутся следующие занятия, ну, вернее, лекции в октябре месяце, когда начнется учебный процесс, чтобы вы нам рассказали про этих монашек, которые, наверное, еще и сейчас где-нибудь живут. Ну, они в основном все умерли, но я расскажу, где кто жил, об этих монастырях поговорим. Ну, есть одинокие монахи, не есть. Ну, не в лесах, но в домах есть. Об этом тоже поговорим. Хорошо. Хорошо. Ну, надеюсь, все нормально. Простите меня за сумбур. Спасибо.